всем привет я гела и сегодня мы с вами будем заниматься вот такой потрясающей красотой из всей этой красоты которая на выброс это у меня мешочек знаете с обрезками ниток и тряпочек которые вот в процессе шитья чтобы они не рассыпались не летали по всей мастерской я их сразу вот так вот в мешочек скидываю и вы знаете иногда из этого мешочка получаются очень красивые штучки вот там есть даже вот такие обрезки от больших работ вот и для начала эти обрезочки все я приведу в порядок подглажу так как-то шить легче удобнее но по идее это гладить можно и в процессе вот это уже к кому как удобно ну вообще я бы рекомендовала сначала привести лоску точки все в порядок вы видите какие миленькие мы все все сейчас будем использовать в дело я покажу три способа идеи для умеющих и наука для начинающих да просто покажу свой опыт как я разбираюсь с этими с этим мусором можно спокойно даже мусором его назвать по идее все это на выброс для тех кто никогда не пробовал шить вот посмотрите как в общем то совершенно просто это делается может быть вам понравится и вы тоже что-то придумаете я намеренно буду начинать вот самых-самых меленьких вы знаете чем конечно чем мельче тем немножко подольше посидеть пошить повозиться но и результат получается превосходный но пойти это размеры могут быть какие угодно вот смотрите даже в масштабе вот в руках я держу какие малюсенькие тряпочки да я начала самых меленьких вот так вот два лоскута ничего не выкраивая не придумывая просто вот соединила их строчкой по краю кладем 3 сверху и также абсолютно не задумываясь как лягут лоскутки как вам больше нравится как вам больше хочется пришиваем их вот таким вот образом это практически тот же crazy но даже в crazy мы например если шьем розу мы выбираем лоскуты определенной формы до более такие удлиненные треугольнички и как бы по кругу идем до чтобы гармоничная форма а здесь даже этого ничего не соблюдается просто хоть треугольником хоть квадратиком как угодно вот какие есть лоску точки такие кладем и соединяем видите так вот золотистые положили и опять же обратите внимание здесь лоскуты совершенно раз из разнообразных тканей от тончайших подкладочных и атласиков вот этих шелковых до джинсовых тканей то есть все это можно соединять в единое полотно но и вот так вот продолжаем шить наложили прострочили отрезали лишнее прогладили когда лоску точки поглажены все дают а где-то можно и пропустить этот шаг утюгом ну то есть так шить конечно удобнее но по идее можно и каждый лоскут так вот отвернули прогладили я буду гладить через ткань потому что у меня здесь видите вот это золотистая органза ну чтобы она в принципе не горит но тем не менее чтобы подстраховаться возьмите какой-то лоскут ткани через него проглаживайте вот таким образом этот лоскутный блок можно наращивать до каких угодно размеров но опять же все это все таки знаете чем мельче даже те же бложики вот в изделии потом тем и ну красивее смотрится у меня есть целая огромная заготовка я никак не доберусь еще до нее двухметровое одеяло целое расшита вот таким вот способом вы представляете какая-то красота получается в итоге вот у меня есть видео по разумеется для тех кто не любит вот такую вот пестроту вот такой хаос цвета да мне утраются такие бомбические просто как взрыв красок вот но для тех кто не любит можно подобрать там три цвета например вот только и тоже это будет смотреться очень красиво гармонично стильно 3 4 5 для кого как вот можно в единой гамме там одного цвета разные оттенки подобрать тоже очень красиво получается один красный цвет но множество его разных оттенков я вот очень люблю когда разные ткани тоже вот фактурность вот это знаете пусть они там одного цвета там рядом разных оттенков и разных разные по фактуре ткани ой прелесть это смотрится тоже очень красиво вот ну а я собираю вы видите какой тут house у меня абсолютно все что попадется под руку вот ну и когда она собирала разные всякие бложи кидая крупные мелкие его таким образом их присоединяйте между собой там из квадратов полосы сначала собрали например далее там широкие узкие смотрите как у вас получается и вот такое вот вот таким образом растет полотно его можно сделать каким угодно большим вплоть до одеяла можно сшить из таких полотен я не знаю там юбку сумку косметичку жакет ну все что вы хотите понимаете одеяло покрывала накидки там какие-то мелочи для дома мне хочется иногда вот такие вот абстракции поделать это очень модная штука сейчас и как-то красиво так смотрится прикольно мне нравится они и в рамах и на подрамник если натянуть я там в конце покажу как это можно как это выглядит и у меня есть отдельные видео как делать подрамник вот как на него натягивать видите я положила на подклад тоненький синтепон тоже обрезочки буквально на слои прям его разделяю чтобы немножечко так придать как бы фактурности такой да и все и стежку в данном случае свободно ходовую сделала да но вот такие полотна их можно и по кругу из центра например начать и поехали по кругу или квадратиками прямоугольниками линиями там я не знаю полосками простегать очень красиво все это в деле смотрится или в волну одну там строчку положить волной и все и от нее вот эти волны продолжать тоже красиво вот рядом квилтик точно такой же только ведь и вот я отсюда с квадры начала и по квадратику пошла можно диагонали как вот раньше я показывала по диагонали сначала полностью одну диагональ прострочить потом другую и получится ромбики такие там клеточки до квадратики как хотите в общем смотрится это очень красиво и вы посмотрите вот из абсолютно из мусора который на выброс у нас такая прелесть получилось ну этот черно-белый то у меня висит заготовка это просто две полосы взяла черную и белую вдоль сшила их между собой а потом нарезала на прямоугольнички и вот так собрала это ничего сложного у меня тоже кстати черно-белая графика есть видео так теперь следующий способ 1 вот показала да теперь следующий здесь немножко вроде как покроить надо вот я взяла 9 квадратов разных цветов вот так их все сложили друг на дружку размер на ваше усмотрение у меня здесь где-то сантиметров 15 вот или даже чуть-чуть мельче вот произвольно линию я начертила вы видите да и теперь по этой линии я вырежу все эти девять квадратов ведь я даже ножом не пользуюсь просто ножницами и вот этот верхний лиловый он двойное в два слоя потому что этот очень тонкая прозрачная подкладочная ткань все эти квадратики разрезали вот так и самую верхнюю деталь лиловую вы видите да я под самый низ опустила тем самым у нас произошло смещение теперь вот эти в цвете да и теперь вот эти вот детальки разных цветов мы соединяем между собой и я их прям как вот мы с вами соединяем детальки гирляндой прям не срезая ниточки сейчас я покажу этот момент вот так беру по паре и сшиваю так далее этап все это разрезали и теперь все это нам нужно разгладить видите вот такие квадратики двуцветные у нас получились после того как мы их разгладили теперь положили вот таким образом и поперек опять разрезали видите да и опять после того как разрезали самую верхнюю детальку убираем под низ и у нас опять происходит смещение и опять берем пары вот эти и сшиваем все и получается прелесть прелестная вот так вот видите опять кладем друг на дружку и сшиваем можете по центру сколоть в шов до чтобы швы совпадали ну я делала уже как там получится у меня тем более нет такой задачи чтобы идеальные капитальные уголочки были но добиться этого совершенно не сложно даже не выкраивая не скалывая вот там есть у меня сейчас посмотрите далее все это раскладываем и смотрите какие красивые блоки у нас получается вот они даже где-то у меня косички есть а где-то вот видите прям идеально ровно они сами ложатся вот эти уголки друг дружки вот ну а дальше уже из этих бложек of вы складываете полотно опять-таки можно рисунок придумать я показывала это раньше в черно-белой графике допустим если вот к примеру желтый взять цвет да и все эти желтые уголочки как бы соединить в едино вас получится такие как бы не ровные крестики да как мельницы вот а можно вот так хаотично мне вот так вот нравится ну как угодно можно собрать вот эти вот тут вот такой вот совершенно легкий способ но он уже из классического петчверка если первый способ был просто crazy просто там сумасшедший квил то как угодно кладете лоскут и не задумываясь здесь вот пример из классического петчверка но тоже очень доступные легкие простой вот третий способ покажу прям мой любимый это я взяла все обрезки у меня есть мешок с обрезками от одеял когда я после стежки срезаю края одеял у меня остаются вот такие полосы я сделала подклад из самых широких и на этот подклад сложила обрезки те же синтепона и сделала для фона вот красные куски положила да а дальше насыпаю мусор у меня получится толстенько так это вам для примера можно без синтепона этот этот момент вот если вы хотите сшить из этого полотна например сумку плотненькую такую да то положите вот так синтепон можно если вы хотите вообще юбку сшить то можно без синтепона более пластичная уж знаете утрированно говорю но задача вернее реализация вот такой красоты может быть какой угодно вы можете сшить все что угодно из этого полотна смотрите я насыпала мусор тут даже ниточки я вот так вот аж матки их пособирала и даже от вязания пряжа у меня там когда мы вязали сумки вот эти вот ручки я делала у меня там срезаны все это сложили накрыли органзой и вот так вот я сейчас просто через ткань проглажу просто пригладить их между собой чтобы они как бы улеглись чтобы вот синтепон все это как следует все прижалось понимаете вот так вот при паре ла и теперь я как следует все это скалю почаще почаще и опять на стежку вот и да на плату тоже простегаю свободно ходовой мне очень нравится вот этот способ именно особенно когда по органзе да особенно когда по блестящим тканям смотрите какая прелесть получается такие пупырки и вот эти блестящие ткани все это так сияет и в деле очень красиво ну просто прелесть обожаю вот такое шитье у меня будет вот такая абстракция вот из этого полотна можно сшить вообще все что угодно я шила и сумки ну в общем девчонки даже тапочки мы шили с вами и подушки и все что угодно всякие ланч мат и прихватки карман там органайзер для мелочей да у меня все это есть все видео и вот выглядит потрясающе да а шьется на совершенно и сам процесс такой приятный я просто обожаю такое шитье том числе и классический петчер конечно тоже но вот такое вот импров до импровизация я вообще обожаю и пиццу это и вообще все любят пиццу я смотрю прям столько девчонки шьет с удовольствием но действительно это такой приятный процесс поэтому если вы еще не пробовали девчонки попробуйте у вас обязательно что-нибудь да получится его обязательно вам понравится и такое удовольствие получаешь от процесса еще и результат когда видишь это вообще прелесть вот и у меня есть даже видео где мы под эту органзу я поверх этих лоску . всыпала нечаянно даже просыпала целый мешок пайеток можно насыпать пайет очки немножко каких блестяшки там какие-то да все что угодно под эту органзу можно можно вы выкладывать картины целые а можно вот так хаотичная накидала лоскутов мусора да и видите какая прелесть получается но прелесть вот видите вот так можно оформить это тоже обыкновенная пицца и видите здесь она простегана просто из центра и по кругу пошла 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 и простегала ну а на этом я с вами прощаюсь мои дорогие желаю вам приятного рукоделия и бесконечного вдохновения совершенно не бойтесь попробуйте это такие простые способы что получится у каждого пока пока м м м и а м м м м Субтитры сделал DimaTorzok